всем привет и мы уже в петербурге и за рулем уже не я не наташ не даже армия а лера у нас за рулем теперь сидит смотрите какие питерские пробки на каде встриали да там рядышком аэропорт ну и гоняет поплещи всяких мерседес на остров фартов на фартовый остров едем так сейчас посмотрим если доедем конечно здесь оказывается есть служебный подъезд к аэропорту кулкова нарва ух ты сейчас будем смотреть как самолет будет садиться еще бы чуть-чуть подъехать туда право это и цело ну подъезжай теперь поближе уже сейчас ну а не этот нордвинд мы на таком полетим обратно в барнаул так и вот очередной самолет смотрите сейчас будет прям над нами лететь сейчас будет здесь я косты смотри давай пошел на посадочку но вот это классно получилось но зато хорошо поле правда почему-то далековато высоковато летел ну ладно вон и деревья заканчивается у нас и скоро будет видно закат солнышко надеюсь увидим его виде уже виден залив Невская губа скоро подъедем до Кроштата ладно не гони только а то Лера у нас разогнулась 140 уже шмарит о солнышко уже только отблески его виднеются и проезжаем плотину которая спасает Санкт-Петербург от наводнений так бы затопило мы передачу смотрели про это как они строили строили очень долго потому что в начале 90-х прекратили все работы но потом после очередных наводнений в тысячи десятых начали заново плотину строить с правой стороны вот форты старые форты сейчас подъедем гидросооружению как раз плотина настоящая плотина створки закрывается вот она плотина так называемая далее уже стемнело правда но все равно он вон он кругленький нет поехали а то мы сейчас вообще ничего не увидеть ну русский русский только ford боявка так понимаю русская версия а потом направо там будет сворота там я думаю знаки а он как раз смотрите эти локаторы работает ага и здесь глушат вообще все нет связи мы потерялись аж видишь где-то в море остался курсор выехали мы из туннеля ford константин показывать ничего дальше я думаю кронштадт там будет как раз знак и вот кронштадт видишь с вороток направо это мы сейчас вот здесь будем направо поворачивать и доедем вот кстати рост нефть заправочка сейчас скажу почем здесь бензин 92 53 55 57 с копейками 95 нормальная цена кстати и самый дорогой как я уже говорил самый дорогой бензин у нас был в ивановской короче за ярославлю 35 регион самый дорогой 55 рублей там в ивановской ну и все съезжаем в кронштадт в Вологда Вологда вот главное не пропустить здесь ничего не работает и что-то попадает вот кстати нормально начал сейчас показывать курсор не в ту сторону правда на поворот а вот поменялся все едем дальше вот такие домишки здесь в кронштадте тоже не новенькие я думаю лет под 30 есть уже тоже обогораживают территорию что-то пытаются посадить или кого-то поверните налево и вот такие здесь стены поверните направо наверное раньше ворота были какие-то в кронштадте но здесь во время революции тоже битвы были страшные морячки с большевиками дрались не нажись а насмерть когда поняли что их обманули с правой стороны кронштадтский военный морской корпус здесь морячку учат погодная лодка погодная лодка да вот даже и храм здесь это не храм наверное как это называется маленькие такие циркушки а вот там мы сейчас уже доедем Наташ осталось совсем совсем немного мы тогда помнишь ходили стройболе поверните направо здесь прям на берегу там военные корабли стоят сейчас уже подъедем надо туда заходить как раз пошлите пока нам горит зелененький свет Арни за мной мой верный пес вот пошли пойдем пойдем сюда вот народу куча вот сюда мы идем сейчас посмотрим что там такого зашли зашли мы в сам парк тут помимо того что парк здесь еще и детские карусели покататься можно вон какой-то карусель там наверное ресторан да это ресторан фартория называется я тут была когда вообще этого ничего не было вот ресторан фартория называется и я смотрю здесь есть лесенка можно подняться наверх ооо отсюда кайфный вид стилизован под титаник наверное наверное смеюсь конечно под какой-то наш крейсер российской империи отсюда вот много фартов видно кстати можно здесь даже экскурсию заказать по фартам и туда дальше вот парк простирается можно везде гулять но у нас к сожалению время ограничено потому что вроде как до 9 часов он работает осталось полчаса лера долго работала сегодня поэтому выехали поздно еще и в час целых пробки проторчали парни здесь очень много развлечений для детей с детишками сюда надо приходить смотрите качельки всякие горки до 11 до 11 до 11 не знаю посмотрим просто сторож там написано до 10 сторож мне сказал до 9 я говорю немножечко пораньше наверное хотя сегодня а сегодня же не выходной день сегодня пятница сегодня пятница конечно выехали в пятницу вечером из города конечно пробки будут здесь вот много кстати вот таких помостков по которым можно ходить потому что внизу болотистая такая кучва лера как в детстве скажи что она и даже не остановится только арня у нас грустненький привязанный остался но вот видите столько развлечений они здесь для населения это не барнаул детка я смотрю там и наша мама раскачалась как в детстве да наташ я думала я не раскачалась я думала я не раскачалась видишь как как классно народ развлекается отсюда кстати вот ходят катамараны в петербург вот такие цены здесь льготные взрослые тысячи рублей стоит можно также по фортам здесь купить билетики да но сейчас уже поздно все закрыто ну если хочешь можем в следующей неделе сюда пусть уже ехать и все вот такие вот форт Боярд ну это типа форт Боярд он у нас по другому назвать Александр Первый Петр Первый о Петр Первый ну это Петр Первый вот этот который впереди нас да да вот мы сейчас вот здесь а вот этот самый такой ну как сказать кроншлот это как это сказать кинематографичный да кинематографичный ну пошли попробуем мне кажется вот этот Наташа да смотри какой красивенький ну этот нет это Александр это он и есть это форт Александр Первый да это он и есть построен 1838 вот форт кроншлот вот их три штуки получается отсюда их видно прикольно сделать 1703 год самый старый наверное это Петра Первого вот он цитадель 1721 год вот такие здесь форты пойдем до одного из них попробуем дойти ну вот план схема вы здесь мы здесь вот этот форт да вот 15 почитали что такое 15 причал но это причал это значит не форт Петра Первого ну вот мы туда и постараемся сейчас подойти оттуда отправляется он всякие кораблики да пойдем а там он концерт там где-то я слышу фонтанчик шебуршится в парках были знаете там песни пели и сразу вспоминаю про морячку как там да 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 фильм фильм Шервинг державен а здесь рельсы видать раньше вагончики ходили отсюда вот хорошо форт справа который видно да справа темнеется вот здесь такой берег каменистый пляжная зона песок и вот какой-то огромный то ли торговый центр то ли какой-то экспо там проходит непонятно и он с той стороны еще один форт далеко но этот все-таки вот вдали форт Петра Первого не знаю туда да очень красиво можно было ну сейчас прогуляемся сколько сил хватит нам пока не замерзли потому что уже становится прохладно в футболочке да что Лера это музей а вот да хоть будем знать теперь это музей у нас это не какой-то другой центр но как обычно у нас бывает хоть музей и делают а вот причал остров фортов отсюда как раз и отправляются все катера все катера в центр а это Петергоф у нас а вот главный храм Николая Угодника храм моряков еще называют а вот с правой стороны светится это действительно форт Петра Первого сейчас постараемся подойти ну и все дальше туда как раз и не пройти но скорее всего да все закрыто ну хоть посмотрели увидели он туда налево только можно пройти там где корабли там тоже вот как раз они туда наверное приводится стройматериалы все для того чтобы ремонтировать реконструировать но не пойдемте время 9 часов уже как бы нас отсюда еще выпустить если кроет придется через забор листь все закрыто вернулись обратно на остров с форта и здесь вот куча куча тропинок небольшие прудики есть водопадики есть галера что еще тут интересно мама хочет посмотреть да очень много мостков где можно походить по которым можно походить там он инсталляция инсталляция корабликов паруса сюда надо летом это летом днем ходить бурлит вода да тут скорее всего рыбки водятся днем скорее всего видно их так скамейки можно посидеть да так ну а нам надо сейчас я захотела где-то шаверма здесь есть мы привыкли шаурму есть а здесь шаверма называется сейчас будем шаверму пробу здесь скажу чем отличается от нашей барнаульской алтайской шавермы так а здесь еще какой-то блин слово паразит какой-то опья возникло так так все забываю слова смотрим кому памятник наверно как какому-то из наших великих флотоводцев побоюсь этого слова адмиралу наверно накинулся сейчас посмотрим кому это памятник кто знает здесь написано что установлен русским географическим обществом российского военно-исторического общества остров двадцать втором году ну значит это какой-то общий образ всех мореплавателей флотоводцев российской империи где-то Наташа у нас потерялась и по-моему шаурмой мы обломились все закрыли пока мы собирались пойдем-ка наверно уже к машине да 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 обратный путь у нас лежит через город лахта центр лахта башня одна из самых высоких башен в европе правильно лет да вот такая башня здесь построили а это телевизионная башня да лера да красиво вы красили цвета российского флага с правой стороны у нас Ниван сейчас скоро будем через мост переезжать это литейный мост да Лера или как он называется правильно Московский проспект 5 км а это литейный мост мы сейчас по литейному и потом 5 км мы будем на Московском ну да это литейный проспект да литейный красивый да дорога прям урбанизации пахнет прям аж так сильно ничего не пахнет старые дома ну рассказывай нам что это за дом дом современные вот современные ну так видишь эти дома все облагородили они красивенькие такие я же говорю это не то что в деревнях видишь покосившиеся одноэтажные хибары избушки а здесь урбанизация городской ну а как и с правой стороны тоже какое-то непонятное сооружение ну ладно едем литейный значит литейный проезжаем Невский проспект это Невский да в любое время года мы по литейному ехали красиво зимой там такие красивые просветки сейчас будем направо поворачивать и вот мы уже на московском проспекте Лера что за храм не понимаешь с левой стороны женский монастырь такой нормально вот с правой стороны у меня друг работает в организации в одной с лагами с такими потому что она настолько интересна да дальше едем скоро будет московские ворота ой 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 кошмар но это не я это такая дорога вернее вот здесь где-то работает вот они московские ворота но почему-то их даже не осветили светом но какая достопримечательность и ее вообще не видно ну реставрируют вижу и реставрируют но на свете будет красиво как в Париже как триумфальная арка а а Продолжение следует...